Приветствую вас, во-первых, во-первых, нужно понимать сразу следующее, что ваша жена была под очень сильным давлением, вашим, скорее всего, я так полагаю. Почему я так считаю? Потому что она говорила вам то, чего нет, то есть она говорила вам, что беременна, вот, на самом деле она не была беременной, и это свидетельствует о том, что, а, жена обманывала, потому что хотела, чтобы вы были довольны, видимо, и б, это то, что она действительно была беременна, но по каким-то причинам потеряла ребенка своего, вот, и, соответственно, потеряв ребенка, она решила, что без ребенка она вам не нужна, и поэтому решила область уйти, вот. Конечно, причин может быть много еще, но вот исходя из того, что вы написали, предположить, вероятнее всего, именно это. Конечно, скорее всего, были еще какие-то моменты, да, еще были какие-то проявления очевидных, вот, но о других проявлениях сказать, к сожалению, нельзя, потому что ваша жена, она как бы другой человек, она не вы, и, соответственно, для того, чтобы понять, нужно общаться именно с ней, вот. Вам я могу сказать, что пока не стоит на нее давить, пока не стоит ее к чему-то принуждать, вот. Вместо этого попробуйте пока что принять ее выбор, то есть вот, ну, она решила уйти, пусть, пусть уходит, значит, пока что. Если она решила уйти, да, пусть уходит. А вы с ней попробуйте наладить контакт, то есть попробуйте с ней как-то взаимодействовать, да? То есть заново отношения начать, заново как-то, может быть, общаться, дружить, может быть, взаимодействовать как-то без, ну, без давления на человека. То есть постарайтесь вот сделать так. И вы увидите, что ваша жена, если у нее есть чувства к вам, если у нее есть какие-то эмоции, она обязательно проявит их, вот. Все жена от чего-то бежит. Ну, вот. Так мне показалось на первый взгляд. Вот. Все жена от чего-то бежит. Ваша. И, соответственно, я представляю, понимаю, что вы их, вы не хотите эту, вы не хотите, чтобы она от вас убегала, я понимаю. Вот. Но для этого нужны условия. Поэтому постарайтесь эти условия для неё создать. Вот. Если вы не создаёте этих условий для неё, то она может к вам, к сожалению, и не вернуться. Вот. Потому что ей не нравится то, что происходит. Вот. И то, что вы не можете понять, что произошло, говорит о том, что каждый из вас на своей волне. И я здесь могу вам порекомендовать прислушиваться именно к тому, чего хочет жена. Что нужно ей. Понимаете? Вот. Вот. Тогда у вас есть шанс, ну, будет реальный шанс её вернуть. Вот. Мы также просто пытаемся понять, что не уходит. Женщина, да, из-за ребёнка. Не уходит. И не обманывает. Не манипулирует такими вещами. То есть, если это происходит, значит, у этого есть причина. Просто вы этих причин, вероятно, ну, не знаете. Ещё. Пока что. Вот. Узнать можно вместе с психологом, да. Узнать можно на консультации. И узнать можно просто самостоятельно проанализировав, что происходило в ближайшее время, да. Что происходило в последнее время, какие были трудности, проблемы, переживания, какие были препятствия, какие были конфликты, на фоне чего были конфликты. Вот. По поводу каких моментов были конфликты. То есть, вот это всё нужно вам постараться выделить. И если вы это сделаете, то я полагаю, ситуация будет для вас, ну, куда более понятна, куда более прозрачна. И вы уже не будете так вот недоумевать по поводу того, что случилось. Но, с другой стороны, с другой стороны, да, для этого нужно ваше желание. То есть, для этого нужно именно ваше стремление, чтобы вы хотели, чтобы вы хотели что-то понять, чтобы вы хотели что-то изменить и хотели, например, свою жену вернуть. Допустим. Вот. Вот это всё действительно реально сделать. Если у вас есть желание. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...